Всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале, вы на канале с холистическим психологом. И сегодня мы с вами говорим про депрессию. Депрессия, которая бывает обусловлена чем-то, обусловлена потерей человека, переездом, потерей работы и потерей здоровья. Это одна депрессия. Но есть депрессия, которая не обусловлена ничем. Вот именно об этой депрессии я сегодня с вами поговорю. Депрессия, у которой нет причин, то есть у вас никто не умер, вы не смертельно больны, и вы не понимаете, почему происходит вся история, связанная с депрессией. Если у человека начинаются такие процессы, как хроническое утомление, бессонница, бесконечные какие-то перепады настроения, тревожность, невроз. Это, правда, выявляется легко при тесте на апатию и депрессию. Это стресс, беспокойство и панические атаки. Часто причиной, о которой вам не говорят, становится дефицит витамина В3 и дефицит витамина В1. В эти моменты очень важно исправить диету человека, чтобы избавиться от вредных продуктов и дать ему возможность восстанавливаться. Бывают два момента, когда очень высокий сахар и очень низкий сахар в крови. Это может вызвать депрессию. Вы даже не представляли, что это влияет на когнитивные способности. Гипогликемия и инсулинрезистентность – это проблемы современного человека, который действительно имеет депрессивное состояние. Инсулин помогает доставлять сахар в мозг. И если есть инсулинрезистентность, то мозг не получает достаточно топлива и работает плохо. Поэтому мы видим панические атаки, перепады настроения и зависание. Большинство проблем со сном, посмотрите мое видео про сон, связаны с сильным стрессом. Если у вас проблемы с серотонином, то это может дать депрессию. Есть определенная аминокислота – триптофан. Она превращается в серотонин. Это натуральная аминокислота. У нее нет побочных эффектов. Она поднимает настроение, улучшает сон, помогает справиться с зависимостями. Также триптофан содержит витамин В3. Если вы начали принимать В3 и триптофан, а ваша депрессия никуда не делась, соответственно, вам нужно добавить в диету немного молочной кислоты. И депрессию, правда, можно победить. Проблемы с пищеварением – это распространенная причина, почему депрессия возникает. Никто вам никогда не говорил, что действительно, если есть проблемы с пищеварением, проблемы с сахаром, это может вызвать депрессию. Обычно в занятиях с клиническим психологом с вами это не обсуждают. Поэтому так важно знать немножко больше. Если, например, был длительный вирус или были какие-то симптомы вируса, то это тоже может вызвать депрессию. И, друзья, будьте к себе внимательны. Давайте себе поддержку. И я вас очень люблю. Пока.